Всем привет, с вами Буби и сегодня хотела показать вам свои покупочки на весну. У нас впереди еще больше двух месяцев весны и я скорее всего куплю что-нибудь еще очень интересное, но сейчас покажу то, что мы покупали в недавнее время. Ну а мы наконец начнем. Я наконец купила себе очки, которые, как мне кажется, на мне смотрятся достаточно хорошо. Покупала их в магазине Мегатоп как раз в тот день, когда мы туда пришли, там было 30% на все. Эти очки без скидки стоили 19 рублей, купила я по-моему за 15 или еще того меньше. Мне нравится, что у них зеркальные стекла, а это значит, что скорее всего они должны немножко лучше защищать от солнечных лучей, но это не факт, мне просто так кажется. Обычно мне с очками очень сложно, потому что мне чаще всего не подходят те очки, которые заказываю онлайн, так как у меня нет предварительной возможности их померить, посмотреть, как они на мне смотрятся. Поэтому я всегда заказываю на Абу, за такую маленькую надежду на то, что они мне подойдут. Недавно я сделала заказ на Алиэкспресс, и там, по-моему, или 5, или 4 пары солнечных очков, и когда они ко мне придут, как и все остальные вещи, которые я заказала, я обязательно ими с вами поделюсь. Следующая покупка это сумка. Я вообще сумки покупаю крайне редко, и выбираю их очень-очень тщательно. Так вот, эту сумку я купила в мужском отделе Zara, и многим из вас она покажется достаточно странной, потому что Кириллу она напомнила барсетку. Барсетку, с которыми раньше ходили мужчины в возрасте, и прятали туда самое все необходимое. Но мне настолько понравилась она. Она такая структурированная, она очень компактная. У нее потрясающе красивый коричневый цвет, такой очень-очень дорого выглядящий коричневый цвет, поэтому я купила ее просто не раздумывая. У нее спереди есть кармашек, в который без труда могут поместиться ключи, тонкий кошелек или еще какая-нибудь мелочь. Сзади кармашек для карты, для проездного, и он немножко отличается по цвету от самой сумки, но он отлично перекликается с некоторыми частями на сумке, которые прям составляют между собой очень хороший такой ансамбль. Скорее всего, это эко-кожа, но мне понравилось, что она плотная, и, скорее всего, она прослужит мне очень долго. Внутри только один большой карман, там логотип Zara, больше никаких карманов нету. Стоила она 59 белорусских рублей, это около 30 долларов. Думаю, что с ней прохожу всю весну, потому что туда идеально поместится мой кошелек, моя влоговая камера, ключи и все самое-самое необходимое, и при этом не придется таскать с собой огромную сумку или рюкзак. Следующее, что я хотела показать, это маски для сна. С надписью Wanted и тут Not Your Baby. Эту себе прихоматизировал Кирилл, а это, собственно говоря, моя. Стоили они совсем недорого, по-моему, около 5 белорусских рублей, это где-то 2,5 доллара, совсем недорого. Эти маски мы покупали в Марк Формель, это наше белорусское производство, и мне очень нравится, что в Марк Формель продаются достаточно бюджетные такие вещи из трикотажа, которые не стоят баснословных денег. Там и мачки, и носочки, и нижнее белье, и вообще как бы весь домашний трикотаж, который вы можете себе только представить. Плюс еще не только домашняя одежда, но еще какие-то такие вещи на выход, вроде спортивных костюмов, вроде баек, платьев. Ну, в общем, можно много чего там найти. И там в основном есть очень много трендовых вещей, потому что, как я поняла, они достаточно так четко следят за модными тенденциями, поэтому там можно найти некоторые очень даже интересные вещи. В общем, следующий костюм, который я бы хотела вам показать, я от него в полном восторге. Это наши белорусские дизайнеры, Хелеми Дизайн, ссылочку на них я оставлю в описании. Это абсолютно не реклама, костюмы у них стоят примерно где-то в районе 100 долларов, но он того стоит. Этот костюм просто моя особенная любовь, он в свете camel, и мне очень нравится, насколько плотная ткань у него. Мне настолько понравилась сама идея. Здесь байка на кнопках, можно носить в застегнутом виде, можно расстегнуть, если вам очень хочется. Еще мне нравится, что здесь удлиненный верх, он хорошо прикрывает пятую точку, но самое главное, что он супер теплый, он с начесом, так что на раннюю весну это просто must have. Я, скорее всего, буду ходить в нем постоянно. И самое главное, что его цвет просто идеально подходит для тех ботинок, которые я себе заказала недавно. Вы, кстати, видели их в одном из моих прошлых видео, если нет, то фотографию я оставлю где-нибудь вот здесь. Еще что мне понравилось, помимо того, что он красивый, он еще и супер удобный, потому что штаны здесь, во-первых, они мягкие, во-вторых, здесь настолько широкая и не перетягивающая талию резинка, что сходить в них одно удовольствие. Внизу они на манжетах, я думаю, что с такими ботинками в стиле милитари или с какими-нибудь ugly sneakers интересно все это смотрелось бы. Ну а мы идем с вами дальше. Покупки из Mark Formel у нас не закончились. Я покажу то, что мы купили для Кирилла. Есть еще пара ущей, которые он уже носит, которые я решила не показывать, потому что все-таки вещь сейчас в эксплуатации. Во-первых, это штаны, спортивные штаны, как бы у него практически всегда только джинсы или брюки в эксплуатации, а сейчас мы решили немножко так к весне его подрасслабить, и поэтому купили ему очень похожие на эти штаны от Helmy, которые я вам показывала, но они в таком сером цвете и стоят, конечно, не так дорого. Это обычные спортивные штаны, достаточно теплые такие, с начосиком на манжетах. Плюс еще мы купили ему байку. Если вы следите за мной достаточно давно, вы знаете, что у меня, Кирилл, ростом 2,03. Это очень сложный рост для того, чтобы хоть что-то вообще ему подобрать, особенно брюки. Все брюки, которые мы где-либо можем найти, у них максимальная ростовка 180. 8 или 190. По-моему, люди думают, что дальше никто уже не растет выше, поэтому немножко проблематично. То же самое и с рукавами на одежде, потому что обычно они у него заканчиваются где-то вот здесь, вот. Но мы все-таки смогли откопать в Mark Formel очень классную байку. Она белая, на рукаве здесь надпись La Dolce Vita, но самое главное это то, что она удлиненная. У нее идеально длинные рукава и идеально подходящая длина самой байки. Она конкретно так прикрывает пятую точку. Это значит, что с его ростом немножко скрадывается вот этот эффект длинных струсиных ног, поэтому это было бинго. Мы еще купили в такого же плана только красную байку, и она тоже прикрывает попу, и у нее длинные рукава. Короче, это был просто потрясающе классный поход в наш белорусский Mark Formel. И стоили вещи совсем недорого. По-моему, байки стоят 39 рублей, это где-то около 20 долларов. Штаны стоили и того дешевле, так что если вы вдруг живете в Белоруссии, и у вас есть возможность сходить в магазин Mark Formel, обязательно сходите, потому что там все супер дешево. Последняя вещь из Mark Formel это платье-лапшичка потрясающего цвета. Вы уже, наверное, в курсе, что я почему-то от чего-то полюбила. Именно вот такие вот нейтральные, очень нюдовые цвета по цвету, близко к цвету кожи. И это платье вот отлично вписалось в эту цветовую гамму. Оно достаточно длинное, для некоторых оно покажется немножко странноватым, но оно идеально подойдет под кеды, под кроссовки, с какого-нибудь сумкой через плечо. Мне кажется, что это идеальный предмет базового гардероба, и я нисколько не жалею, что его купила. Примерно тоже около 20 долларов что-то стоило оно. Ну и последнее, чем я хотела бы с вами поделиться, это потрясающие вот такие кроссовки. Мы их тоже покупали в Мегатоп вместе с очками, которые я вам уже до этого показывала. Стоили они где-то около 69 рублей, но со скидкой 30%, ну можете, в общем-то, сами почитать, сколько вышло. В общем, мы очень удачно тогда зашли. Насколько сильно мне нравится, во-первых, их цвет. Он идеально подходит, наверное, под все, что я вам сейчас показывала, потому что он супер нейтральный, нюдовый. Самое главное, что они очень мягкие, очень удобные. Это 39 размер, на мои 24,5 см постельки и сели просто идеально. Не думаю, что у этой пары обуви какое-то супер-пупер качество, но для носки в повседневной жизни, каждый день где-то бегать по делам, я думаю, что очень подходящая обувь. Самое главное, что мне в них удобно, а мне, в принципе, вообще подобрать обувь очень сложно, потому что у меня достаточно проблемная нога, у меня высокий подъем, у меня постоянно почему-то мозоли на пятках, поэтому для меня подобрать нормальную обувь очень сложно. Единственное, что мне можно подобрать, это кроссовки, что, в принципе, я себе и купила. Это было все, что на данный момент мы покупали к весне. Мы обычно не покупаем много одежды и обуви, потому что я, в принципе, не вижу в этом смысла, потому что это прямой путь к проблеме. Куча вещей висит в шкафу, но нечего надеть. Я обычно очень скрупулезно и очень дотошно выбираю, что именно хотелось бы мне купить в свой гардероб, какие вещи мне нужно туда уже убрать. И я сейчас как следует расхламилась. Очень многие вещи, которые я носить не буду и уже давно не ношу, я или продала, или раздала. Я очень сильно буду ждать вас в комментариях, обязательно туда заглядывайте. Я там чаще всего отвечаю на ваши вопросы, и мы там с вами по-девчачьи очень мило общаемся. Я вам покажу, каким образом я восстанавливаю свои волосы, как я предотвращаю свой волосопад. Можно здесь все свои деньги оставить. Вот, нашла еще один. Мой стул ездит со мной, будем переделывать. Так уже устала я от всех этих теплых вещей и от сверлящих соседей. Мне хочется просто уже спокойствия. Я купила кучу серого фетра. Надо подумать о том, чтобы с ним что-то сделать. Ручки, конечно, здесь страшные, уже стрёмные. Я точно знаю, что здесь у меня лежит все для моих волос, и я точно из этого ничего не пропущу. Есть здесь вот резиночки для видео, как вы жить в школе. Субтитры сделал DimaTorzok